Он наверху, задаем вопрос. Я извиняюсь, что я про вас забываю. У меня просто, наверное, неправильно работает система восприятия мира. Надо больше наверх смотреть. Евгений Владимирович, я хочу вам задать несколько практических вопросов по поводу молитвы. Прошу прощения, если они покажутся какими-то глупыми или... Ой, у меня самые умудрые вопросы — это вот эти вопросы. Для меня это супер просто. Несколько вопросов. Вы все время говорите «голос святого человека». Голос святого человека, где его взять? Даже вот просто человек в монастыре живет, все классно уже. Уже достаточно. Конечно, в диктофон приходите. Да, придите в диктофон и своруйте голос у него. А можно, если искать в интернете, то как понять? Просто как сердце отзывается? Сердце может отозваться. Узнайте об этом человеке. Узнайте, если обо всех людях есть информация. Узнайте, если он честный, он духовной практикой занимается. И честно. Можно... Это, кстати, не мешает человеку. Если вы слушаете его голос вместе с ним, то его в жизни и его жизни это тоже помогает. Веда объясняет. В духовном пространстве 1-1 равно 2. Я улыбаюсь другому человеку, он улыбается мне назад, стало 2 улыбки. Я отдал улыбку, назад вернулась улыбка, стало 2. Потом я отдал улыбку, еще раз назад вернулась. Понимаете? 1-1 равно 2 в духовном пространстве. В материальном 1-1 равно 0. Но так как мы нематериальными делами здесь занимаемся, поэтому не бойтесь, у него меньше не станет. Он станет для вас силой, которая... Он сам проводником духовной энергии станет. А, например, там вот как веда радио, веда радио есть в интернете, да, в интернет-радио. Там же, например, есть там будда радио, там мантра радио. Да, нормально. Вот это вот подходит? Подходит. Ищите голос, который будет давать победу. А еще лучше знать об этом человеке. Есть и голоса достаточно сильных духовных лидеров, которые реально помогают. Есть много монахов, которые поют. Есть куча... Ну, изучайте. Можно поискать, да? Конечно. Ну, понимаете, когда человеку нужна голая попа, он никого не спрашивает, он пошел в интернет. 10 минут, у него столько вариантов. Вот, нет проблем. А когда как бы святого человека искать, ну, Олег Иванович, как это его... Ну, как бы с голой попой нет проблем, со святым человеком проблемы. Ну, точно так же в интернет пошел, как бы 10 минут, и у тебя уже 10 вариантов, с одним попробовал почитать, с другим. Потом сердце все... У вас же там есть парометр, знаете, какой крутой? Там бог там сидит. Он говорит, давай с этим пробуй. Раз пошла там, повторяю. Он говорит, не очень. Давай со следующим. Он вам все подскажет там, он же все сидит внутри, он совсем разберется, понимаете? У вас потом не будет никаких сомнений, он говорит, о, вот с этим человеком буду повторять все вместе. Супер. То есть записать себе и, ну... Записать, своровать в голос и пользоваться. А еще такой вопрос. Причем бесплатно, без налогов. А еще такой вопрос. Вот, я, как вы говорите, что нужно как бы с голосом святого человека окланяться, стала пробовать недавно. И в голове, и до этого было как бы хаос, когда пытаешься сконцентрироваться, ты думаешь, там, когда ребенок уже проснется, надо в садик. Объем работы бог вам дает. Так, 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 интересно, интересно. То есть как бы много-много мыслей, которые абсолютно не связаны. Так, это все связано. Бог вам показывает вашу жизнь и хочет, чтобы вы ему отдали вашу жизнь, а служили ему в своем уме. И он будет решать все эти проблемы. Вы успокоитесь по поводу ребенка, и все, как бы, все встанет на свои... Не надо думать, что это все не нужно. Все, что приходит, это нужно. Но только знайте, что это на втором плане, на первом это отношение с Богом. И этот второй план весь успокаивается, весь. Все успокаивается и с ребенком, и с мамой, и с папой, и с жучкой, и с внучкой, и с деткой, и с репкой, и со всем. Все успокаивается. Отвергать не надо ничего. Что можно сделать, чтобы не отвлекаться на это? Да не надо думать об этом, это же не отвлечение, это ваша жизнь. Бог выводит наружу вашу жизнь, и она вся потом с Богом становится связана. Не надо бояться этого всего. Эти события, они тоже хорошие. Вы ребенка в садик поете, чтобы он стал честным человеком. То, то и у вас все оформится, зачем вы все это делаете? Все превратится в знание, все эти события. То есть просто продолжать? Просто продолжать кланяться, и у вас эти события превращаются в знание, потом вы успокаиваетесь по поводу него. И третий вопрос. Касается святого человека, ну если это не тот же Чайгород, да, которому я кланяюсь. Да. Это может быть? Это может быть. Это надо выбирать очень святого, самого святого. Пускай это будет Серафим Саровский, пускай будет Сергий Радонежский. Связь наступит буквально через час вашего поклонения. Вы почувствуете эту Личность, а потом все ближе и ближе будете к ней в своей жизни. Потом вообще, может быть, к ней уйдете после ухода из жизни. Вы не представляете, какой подарок вас ждет в результате такой практики. То есть как бы искать и почувствовать, кому... А если этот человек уже ушел из жизни? Да никто не уходит... Человек святой. Я вам приведу пример. У меня есть один человек, я в одном месте в Индии, в святом месте, я там жил несколько лет и изучал Аюрведу. И каждый вечер я приходил на молитвы. И этот человек, он настолько возвышенная Личность, вы просто себе представить не можете. Я вам сейчас расскажу про его жизнь. Он с утра сначала весь день проводит в молитве. Потом дальше он, ну, как бы, занимается, помогает своим ученикам, то есть ответы на вопросы. И когда он все, как бы, сделает все обязательства в течение дня, поздно вечером он один раз в день только кушает. И ложится спать уже фактически под утро. И потом чуть-чуть спит всего несколько часов, и опять дальше служит Богу. И он, когда тело оставлял, он оставил в поклоне перед алтарем. Ну, представьте, что за человек вообще. Когда он, ну, оставил тело, я первое, что делаю в этих случаях, я узнал информацию, я сразу ищу тонкое тело. Я чувствую тонкое тело любого человека, если вспомню его. Не раз его тонкое тело ищу, а по тонкому телу можно понять, вверх человек или вниз идет. Я тонкое тело ищу, баба, а мне тонкого тела. То есть тонкое тело означает тело желания, это означает наши грехи и желания. Нету никаких грехов желаний. Я раз вот так, пытаюсь его почувствовать, и такое блаженство от него, такое счастье. Все в духовный мир отправился. Сегодня меня спросили об одном святом человеке. Я, наверное, не буду называть его имя. Или называть? Называй. Называй. Как его блаженнейший, да? Или как? Так его зовут, да? Меня спросили о нем, как, куда он отправился. Я точно так же, раз его тонкое тело, не тонкого тела, нектар, только счастье. Духовный мир. Духовный мир отправился человек. Значит, святой. Можно его поставить в изображение и поклоняться, и все, результат будет такой же. И это объясняет, о чем бы человек ни думал в течение своей жизни, чему бы он ни кланялся, если он это делает с верой и предностью, он, несомненно, достигает этого результата. Представляете? То есть вы достигнете этого результата, вы придете к этой Личности дальше, его обиде, там, где он живет. Придете к Богу, значит, получается. И будете под его руководством дальше идти в свою жизнь. Спасибо большое. Поняли, кому кланяться? Да. Тому, кто высшей святостью обладает. Может быть, он не живет на этой земле, но связь с ним становится немедленно. В этом мире нет. И самое главное, о чем я вам говорил, что я, когда почувствовал этого человека, у меня не было ощущения, что он ушел из моей жизни. До сих пор у меня нет такого ощущения. Больше того, я вам скажу, я когда приехал в это святое место, один человек, который рядом с ним служением занимался, он взял его священный шнур, чай, кусочек священного шнура и так далее, какие-то еще другие вещи. Он взял вот такую серебряную чашечку такую и туда это все залил в эпоксидовую смолу. И это для меня сделал. И он сказал, я чувствую необходимость, у меня сильное желание вам это отдать. Это для вас. Я такой, я обалдел просто. И сейчас у меня стоит это, я имею контакт с этой личностью каждый день через его предметы. То есть я просто начинаю кланяться, буквально в считанные секунды отношения наступают. Ну то есть я чувствую присутствие этого человека реально в своей жизни. Он ведет меня, помогает мне. Смерти не существует. Это сказки, что есть смерть. С каждой личностью у нас контакт не утрачивается. С родственниками, которые уходят из жизни, остается связь на всю жизнь. Нет, даже те, которые бросили нас, остается связь. Никтое отношение не разрывается. Просто они или очищаются, становятся светлыми, приносят радость, или приносят боль. Тогда они портят нашу жизнь. Но если мы устанавливаем отношения с святым человеком, то мы реально с этой личностью устанавливаем отношения. Я вам рассказывал, как я ездил недавно в Южную Индию, и там какой опыт получил. Нет? Не рассказывал? Ну садитесь, я сейчас вам расскажу. Где-то месяца два-три назад я был в Южной Индии, в одном святом месте. Это святое место называется Шрирангом. Это огромный просто храмовый комплекс, который строился веками, и его невозможно обойти даже за один день. Несколько километров в диаметре. Огромный просто храмовый комплекс. С огромными высокими стенами там и так далее. Величественное сооружение. И в этом сооружении, в одном месте, есть то, ради чего я приехал в это место. Там сидит забальзамированный святой, которого зовут Роману Джачари. Он сидит забальзамированный, вот так вот рука. Он жил 800 лет назад. И этот святой человек, он определенным образом уходил из этой жизни. Летописи опитываются, как это происходило. То есть он сел давать лекцию, давать наставления своим ученикам. Сопроводствовалось много учеников. У него было много учеников. Он был очень возвышенной личностью. Мы даже не можем себе представить, насколько. И он давал им наставления. И в конце наставления он сказал, а сейчас я ухожу из жизни. Вот, пожалуйста, выполняйте все мои наставления. Я ухожу из жизни. И ученики сразу же взмолились, говорят, пожалуйста, мы не готовы. Останься с нами хотя бы чуть-чуть. Все взмолились, все начали плакать. То есть они очень сильно умоляли его остаться. И тогда он сказал, хорошо, я буду вам давать еще сутки наставлений. И дальше сутки он продолжал давать наставления. И когда эти сутки закончились, он сел, посмотрел на них, улыбнулся, поднял вот так руку, сказал, я благословляю вас. И потом с именем Бога на лица он так чик-чик и ушел из тела. Вот так оставшись сидеть телом. Ученики взяли, и он до этого им сказал, что с телом делать самое интересное. И ученики взяли, забальзамировали это тело, применили тот раствор, который он им сказал. И он им сказал, я вам буду давать наставления еще сотни лет через это тело. И вы увидите подтверждение тому. И знаете, какое подтверждение? Они каждый месяц снимают бальзам и обстригают ногти. Уже 800 лет. Так, нормально, интересно, нет? И он не то, что он какой-то сухой выглядит, он такой нормальный тело. Так вот, знайте, что когда я пришел туда, и начал, Владимир Слепцов вместе со мной был в это время. Мы начали молиться, кланяться этому святому человеку, слушать голос, который у нас был у другой возвышенной личности. Прошло где-то полчаса. Через полчаса я почувствовал контакт с этой личностью. И в этот же самый момент ждать не пришлось ни секунды. Как только я почувствовал эту личность святую, в этот же момент какая-то сила направила мое восприятие с огромной силой, направила мне в сердце, вот сюда, вот прямо вот сюда, вот в это место. И в этот момент я почувствовал себя маленькой сияющей искоркой, настолько четко, насколько я даже себе представить не мог. Маленькой, вечной, сияющей искоркой. И что это искорка? Я. Я когда продолжал молиться ему, я всегда чувствовал именно это. Потом Владимир Слепцов подошел ко мне и говорит, слушай, мне что-то колотится в сердце, что-то двигается внутрь, глубже, глубже, глубже. Я говорю, что это? Он говорит, что это? Я говорю, продолжай, продолжай. Все будет нормально. Как раз то, что надо. Один маленький контакт со святой личностью дает столько знаний и силы в сердце. Вы даже представить себе не можете. То есть меняется полностью вся жизнь. Я больше этого эффекта не смог сам добиться. Его присутствие рядом с ним, с этой личностью, я получил такой результат. Святые люди не уходят из этого мира, они остаются, чтобы помогать нам. В этом их миссия заключается. Смотрите у вас в Киевско-Печорской лавре, сколько там святых людей лежит. Я такого человечества чуда нигде никогда не видел, чтобы столько на одном маленьком пятачке. Там один, ладно, а тут прямо вот целая куча, и все готовы вам помогать. А вы думаете, Олег Иванович, кому клонится? Совсем некому. Микрофончик. Микрофончик. Вы по теме, да? Да. По молитве там по всему. Да, очень хорошо. Я бесконечно счастлив с вами. У вас столько хороших людей, которые задают правильный вопрос. Спасибо вам большое. Какая шустрая на слайне, крофончикская. Начинали молиться, то я сразу узнала, что вот слушала ваши лекции, а потом как-то случайно по телевизору видела передачу про святого, понял, что вот он настоящий святой. То есть начала молиться, и как-то сразу помощь была как-то в жизни. А потом вот мы с мужем там были в Печерской лавре, и поняли, что вот вы понялись тоже еще такой святой. Супер! Теперь этому. И вот еще там по святой материи я знала, и я поняла, что просто оно вообще... Надо по очереди. Надо по очереди. Давайте запланируем месяц на одного. У меня была точно такая же ситуация. Я поклонялся своему духовному учителю, когда почувствовал чистоту и святость. Я думаю, а вот у него же есть как бы братья духовные. А у них-то как? Я такой начал, как бы выбрал одного из них, и начал ему поклоняться, такой поклоняюсь, и сразу в сердце. А что ты, типа, с духовным учителем, до свидания уже, что ли? Я думаю, что же делать? И я такой решил для себя. Я сначала поклоняюсь духовному учителю, я поклонялся духовному учителю, потом чувствую сердце уже довольно. Я теперь ему, все, классно, теперь ему. И раз, прошло месяц где-то, я смотрю, он тоже святой, возвышенный, начал чувствовать его чистоту, и думаю, классно. Теперь, а это тоже такое же, что ли? И мы потом, и дальше, и потом раз, всех прошел. И меня ко всем братьям духовным, своего духовного учителя, такое счастье, классные, такие они возвышенные. Надо изучать этот мир. Ну, понимаете, ну не надо так, что, типа, при поклонах, а может этому нужно немножко задерживаться? Вы замужем? Нет? Ну, слава богу. А то вы, представьте, вот этот человек подходит, вы смотрите, хороший, и еще один подходит. Вы думаете, ну ладно, это хороший, я сейчас с этим. А это хороший, нет, теперь с этим. Понимаете, вы же не разберетесь тогда ни в чем. У меня просто получается, что вот самый первый, который я узнала, то, как бы, вот, я бы больше всего, то есть, в основном, как бы, одному вот ему. Но вот иногда, как-то, кучится, и другим. А вот поймите, что это самое первое, это бог вам дал. Это бог вам дал. Поэтому хочется с ним строить отношения. Причем интересно, смотрите, когда со святым человеком строишь отношения, муж не ревнует. То у меня у жены есть духовный учитель. Он не такой же, но не тот же самый, что у меня. Я вообще, у меня нет ревности к ней, она ему поклоняется, потому что это духовные отношения, совсем другие. У меня нет вообще даже тени вот какого-то плохого чувства. Больше того, этот человек также является и моим наставником. Я с ним имею очень глубокие отношения. Когда жена приходит к нему, мы садимся получать наставление, она такая... И пошла реветь. Каждый раз наставление получает. Он говорит, ну как бы скажи, как бы... Как жизнь? Плачет, сидит. И я за нее начинаю спрашивать. Вопросы уже есть, потому что известно, что она будет плакать. Ничего говорить не будет. Я спрашиваю, он отвечает, она сидит и плакает. Все, пошла. Наплакалась, увидела наставника, наплакалась, пришла. Все, нормально, жизнь продолжается. У вас не так? А что? Не плачете? Хотелось бы вот так вот сидеть, смотря на это и забавляю. Здорово, значит, отношения углубляются? Еще хотелось бы... Вы поближе, вы же только не со мной разговариваете. Сесть зал же должен стоить. Хотела еще спросить. Вот место, где вот иконы стоят. Вот у нас там, получается, как бы комната, стол компьютерный, и там стоят иконы. Ну вот, не знаю, может их как-то надо отдельно как-то ставить? Ну вот, как-то вот, ну... Самое главное место, где в квартире вообще? Самое центральное, где? Ну вот в этой комнате, где они стоят. Где, телевизор или компьютер? У нас нет телевизора. Ну, значит, компьютер. И сначала у человека самое центральное место в квартире – это телевизор. Потом проходит немножко времени, и центральным местом становится икона. Телевизор уже где-нибудь сбоку, понимаете? Все меняется в жизни. Не бойтесь. Святому безразлично, где ему стоять. Он стоит в вашем сердце. А внешне как бы не имеет значения. Но если вы чувствуете, что где-то получше поставить, поставьте там. Ваше сердце будет радоваться. Хорошо. Спасибо. Вообще, мне нравится. Вы так увлечены этим всем. Здорово. Ваш муж с вами пришел? Нет, он вчера, он не по очереди. На свидание. Молодцы. Вам тоже, друзья. Спасибо вам. Я очень рад, что вас видит. Передайте мой поклон вашему. Скажите, я очень благодарен, что он приходит. Да, ваш вопросик. Микрофончики принесите, пожалуйста. У меня так может. Ну, какая громкая. А если я молюсь под голос не святого человека, а просто нарушившего человека, который живет в духовной жизни, можно? Можно? Можно. Конечно, супер. Супер. Вот сейчас объясню. Есть два типа отношений. Смотрите, есть отношения, когда человек получает духовную силу от кого-то, духовную инициацию. Это один тип отношений. Это должен быть очень возвышенный человек, самый максимальный. Здесь надо выбирать по максимуму тот, кому ты поклоняешься. А есть вторая личность. Это отношения, которые дают наставления. По факту, я вам предлагаю в молитве перенимать силу от того человека, который дает вам наставления. Самое лучшее, если этот человек уже в вашей духовной традиции уже и так вам дает наставления, вы вместе с ним молитесь, и вам супер. Вы получаете также наставление из сердца по молитве. Но если такого нет, можно просто найти того, кто будет давать вам наставления по молитве. Фактически, это не обязательно, чтобы это был святой человек. Это человек, который искренне стремится к Богу, и вы от него перенимаете опыт. Понимаете, два типа отношений. Один тип отношений — это вы предаетесь человеку, а второй — перенимаете опыт. Это фактически дружеские отношения, только он для вас старший друг. Не просто друг, а старший друг. Вы перенимаете от него опыт. А теперь я вам скажу нечто очень важное. Знаете, что высшее проявление могущества в жизни человека в этом мире заключено в звуке. Звук является самой главной силой, меняющей нашу судьбу, потому что звук связан с разумом человека. Взгляд связан с умом, вкус связан с психической энергией человека, запах связан с телом. Осязание тоже связано с разумом, но меньше. Поэтому человек должен содержать себя в чистоте, в духовной и физической. Половые отношения — это тоже осязание. Если человек не очищает свои отношения, он с кем хочет, упал, а строит их, то тогда разум от этого тоже страдает. Осязание влияет на чистоту разума, а звук — на силу. И это объясняет. Точно так же, как одна лягушка квакает, и потом всё болото квакает в этом же настроении дальше. Точно так же происходит духовное посвящение в жизни человека. Как читать молитву, нам неведомо. Это большая тайна. Эта тайна достигается глубочайшим опытом многих лет в жизни человека. И когда человек точно так же, как он, начинает молитваться, то в этот момент, через месяцы такого повторения вместе с ним, через ухо, в сердце человека приходит посвящение. Что значит посвящение? Тайна того, как отдавать себя Богу, становится тебе известной. Тайна того человека, который читает молитву. Это абсолютно точно. То есть вы получите тот же опыт, что и он. И этот опыт будет дальше двигаться, двигать вами в вашей жизни. Я вам сказал самое главное знание, которое существует в этом мире. То, что я сейчас сказал, главнее знаний вы нет. Есть такое произведение, есть как бы произведение в ведах, которое и подводит итог. И есть одно шлоко в ведическом знании. Она говорит спасение в звуке, спасение в звуке, спасение в звуке. Три раза повторяется одно и то же. Это означает непреклонное знание. Нет вариантов обсуждать. Олег Геннадьевич, а скажите, пожалуйста, мы ходим в гости. А нельзя ли приглашать гостей? Тоже можно. Скажите, пожалуйста, а вот мы в свой дом можем пригласать у высоких личностей? Ну, к примеру, Серафима Саровского, ну, к примеру того же Пожелонейшего, ну, к примеру того же Иисуса Христа. Так, подготовить комнату, подготовить угощение, пригласить и побеседовать не с одним, не с двумя, а со всеми. И искренне побеседовать. Не есть ли это молитва? Все, вы сами все сказали. Опять вы сами все сказали. Есть такая песня, ведическая тоже, баджан такой. Мана, мана, мандири. То есть она поется о том, что я хочу из своего сердца сделать храм для Господа. Пригласить его туда, и чтобы он там жил, и я буду ему служить и поклоняться. И я хочу украсить эту комнату своего сердца, украсить для Господа всем, что необходимо. Я считаю, что это место его, а не мое. И я хочу, чтобы он там жил, а я буду его слугой. Находиться на пороге. Спасибо. Вы все сами сказали. Но это более высокое знание. Это уже следующий этап. Когда человек много раз убедится, что Бог спасает его, то ему незачем будет заботиться о своей судьбе сам. И он свое сердце отдает тому, кто защитник, кто является защитником. Это уже опыт. Сначала все начинается вот с этих событий. Вот мама, как бы... И потом человек понимает, что все эти события предназначены как раз для того, чтобы понять, что такое жизнь. И для чего она нужна. Вот мама нужна именно для этого. Если, когда ты побеждаешь судьбу, и мама стала причиной этой победы, ты потом маме будешь цветочки носить каждый день. Потому что ценность того, что ты получила в сердце, по сравнению с тем, что проблема, которая была, они несопоставимы вообще. Ну, можно, но с микрофоном. Потому что мы же для всех, а не для себя. Так? Конечно. Олег Геннадьевич, я хотела вас очень поблагодарить. Где, 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 где? В данную лекцию. Ага. Да, вот здесь наверху. Ага. Вот эти диктарные два дня. И хотела сказать той девушке, которая переживает, что вот муж ушел, близкий человек. У меня такая же ситуация. О, супер, интересно. Я прямо уже весь в интриге. Я ее почти победила. Да, согласен. Мы победили за эти дни на все мои вопросы. А сколько времени вам понадобилось, чтобы победить? Уже идет пятый месяц. Да, примерно так и получается. У вас дети есть? Да, но не равно ребенок, мужа. От первого. Угу. Я хотела сказать, что было для меня очень тяжело. Не то, что у него есть другие отношения уже. А то, что мы духовно развивались, и он... Вы перепутали с Богом его чуть-чуть, да? Ну, наверное, да. Не то направление было. Все нормально. Уже лучше. Все нормально. Без всякого сомнения, что лучше. Спасибо вам. Но вы должны сейчас молиться и спросить Бога, за кем это произошло. Вы спрашивали или нет? За что? Зачем это произошло? Вы Бога спрашивали? Да. И что он сказал вам? Что нужно развиваться и идти дальше. Это неполный ответ. И мне сказал он немножко другое. Я видел рядом с вами человека, который старше вас. И духовно сильный очень, развитый. Впереди светла дорога, мы пойдем по ней вдвоем. И репета песен много, сколько мы еще споем. Мы, если пойдем вдвоем, я вижу рядом с вами личность. Бог уже поставил рядом с вами человека. Вы не пожалеете о своей судьбе. Сто процентов. Не пожалеете. Вы поверили или нет? Или как вот девушка сомневается? А? Ну, ну-ка говорите или нет. Что такое? Что за слезы? Спасибо большое. Вы поверили или нет? Нет. Да, я поверила. Почувствовали человека? Да. Теперь нам тенку настраивать ищите. Хорошо. Ну, пеленкатор. Кому глазки строить? Можно вопрос задать, да? Где? Здесь. Ага. Можно сидеть? Ну, конечно. У меня достаточно необычная ситуация. Была замужем. Но у мужа была собака. Когда мы познакомились, я сказала, что с собакой жить не смогу. Надо детей, надо духовная жизнь. То-то он сказал, что через месяц собаки не будет. Быстро сделал предложение. Я ему поверила, молилась, смотрела ваши, собственно, с того момента, вот, начала вас слушать, смотреть. Теперь? Ну, в общем, он выключал ноутбук, говорил, что это ерунда, не могу, не хочу, я с собакой справиться не могу, вот она мне нужна. Тому я молилась, да, потом начала ходить в церковь, молилась. Чтоб собаку выгнать? Нет, нет. А как? На самом деле у него был брат себе, собаку можно было отдать, но он говорил, я не могу, я буду мучаться, тебя буду мучать, потому что когда у тебя собаку пришлось отдать, она мне нужна. А он отдал ее, да? Нет, 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 я потом заболела, у меня хронический тензелит, уже с носа борта, дышать нечем, горло, постоянно болело. А аллергия знаете из-за кого? Ну, из-за него, наверное. Из-за собаки. Из-за собаки? Конечно, потому что вы же плохо о ней думаете, из-за нее пошла аллергия. Я ему говорила, что из-за аллергии, из-за собаки, я ему говорю, не знаю, это неправильно быть, немножко совсем в голове. Все поняли, кроме вас? Да, конечно, все кроме меня. Я ходила потом в церковь, начала молиться в тот момент, именно в тот момент священник мне на исповеди сказал. Сдохнет? Он ему сказал, что надо усыпить, а мне сказал, что... А вот, то есть он мне сказал, не сдохнет, а как сделать так, чтобы сдохнуть? А мне сказал, что если я останусь с ним, то я закончу жизнь в инвалидном кресле. Ну, в общем-то, я начала рыдаться, потом он меня довел, что я уже отдыхалась, потом я дошла до врачей, потом мне сказали последний день верно построиться, если вы, в общем, ну дальше, то вы там, ну, в общем, и так далее. Он меня посылает на три пункта, в общем, и я после этого, ну, в общем, беру себя в руки, ухожу и на работе живу, молюсь за него. Ну, в общем, месяцев четыре я молюсь, молюсь... Собаку простили? Собаку, что нормально, но он сказал, что я с ним все-таки остаюсь, а с тобой разводимся. Ну, в общем, спокойно приехал, спокойно развелся, спокойно уехал, у него, наверное, все прекрасно. Ну, у меня пять месяцев молитвы, ну, я не знаю, мне... Вывод? Забыть его, я ничего не готова не хочу. Вывод? Вывод? Ну, больше не сходите с мужчинами, с собаками, и вы, скажем так, тот, который... Мне, скажем так, пришла информация, что мужчина должен быть все-таки понятиями, духовными, он должен тоже заниматься... То есть, если я служу мужчине, мужчина тоже должен... Ну, как бы мне, правильно? Спасибо вам, вы всех рассмешили. Я уже не знала, где ответ искать, честно. Сейчас я вам дам ответ. Ответ такой, надо было простить собаку. Что, без у нее ничего? Надо было принять ее в свою жизнь, собаку, пускай жила бы с вами. И не рожать детей, да? Почему рожать? А если я сама болела постоянно, ну, то есть и назморки, горло, и... А это потому, что вы ее не любили? Из-за вот этого... А что такое аллергия, знаете? Это антагонизм с чем-то. Вот когда, допустим, человек не может принять природу, в которой он живет, погоду, он получает аллергию на погоду. Если он не может принять холод, получает аллергию на холод. Если в антагонизме с животным находится, аллергию на животное получает. Это реальная вещь, то есть это не то, что я как бы говорю, ну, типа, как некоторые говорят, а ты, как психологи говорят некоторые, а ты прости, или прими, там, или смирись, забудь. Ну, это не работает. То есть есть антагонизм с собакой. То есть собака была связана с вами в прошлой жизни. Вы совершили какой-то плохой поступок, по которой личность это родилась специально для того, чтобы вам испортить жизнь. Скажите, а когда дети планируются, у мужчины и женщины, неужели нормально? Собака моется в ванне, жена в тазике? Какие дети? Ну, вопрос просто. Я просто говорю об объеме работы сейчас. Бог вам дал такую ситуацию в жизни. Нет смысла говорить о том, нормальная эта ситуация или нет. Есть смысл говорить о том, что делать. Нужно думать о святом человеке, кланяться ему. И всю ситуацию сначала принять в своем сердце. Вместе с собакой. С собакой сейчас уже говорят спасибо, что у меня либо нет детей, и мы разошлись. Все так помещают. Тоже неправильно. Нет. Только правильно. Правильно. Молиться и понять объем работы. Объем работы вообще с собакой никак не связан. Объем работы заключается в том, вот я его так почувствовал, что у каждой женщины есть такая проблема. Но это не проблема, это, вернее, природа женщины. Природа женщины заключается в том, что она контролирует территорию, на которой она живет. Поэтому все насекомые, мышки, для нее это враг номер один. Все, кто пытаются жить на этой территории без ее дозволения, это враги. Она может кормить там кошечек, собачек, как бы кого угодно женщину. Но если она видит насекомое в своем доме, даже возвышенная женщина-вегетарианка иногда поступает неожиданно твердо по сравнению к этому насекому. И насекомое годится только в гербаре после этого. То есть очень жесткий стиль, фактически. Ну, как пример привожу. То есть у каждой женщины есть контроль территорий. Поэтому 40 мужиков в одной комнате без проблем. Но две женщины невозможно. Потому что они контролируют территорию. Каждая территорию чувствует, и кто-то рядом жить это невозможно. Вот по этой причине, когда на территории моей любви, моей семьи, живет какая-то собака. Она может быть видеть тещи там, и вообще, ну, по-всякому. То есть разные варианты, но обязательно в собачьем теле. То есть может быть всякое. То тогда или собака, или я. Одно из двух. И она молится, чтобы эта собака, чтобы ее усыпили, там, что-то с ней сделали. Понимаете, не важно, она теща, не теща, как бы, или там кто, сноха. Ну, то есть не имеет значения, понимаете. То есть важно то, что я не могу ни с кем жить на моей территории. Такая проблема есть у каждой женщины. Скажите, а чтобы мужчина одумался, а никак нельзя молиться было? Чтобы мужчина одумался? Он же обманул, получается. Что-нибудь кстати. А проблема ведь не в том, понимать, что он должен был одуматься. А проблема в том, что вас судьба зацепила за крючок. А вы до сих пор этого не можете понять. Я же уже тысячу раз рассказывал этот анекдот про ломик. И про учебную часть. Что, забыли? Да. В учебку, как бы, пришел солдат в учебную часть. Ему прапорщик дает ломик, говорит, иди подметай плац. Он подметает, говорит, дайте мне метлу, я подмету гораздо лучше. Вот. Прапорщик говорит, а мне не надо, у меня там с тобой сейчас другие еще будут. Им тоже надо подметать. Он говорит, а что тогда надо? Он говорит, мне надо, чтобы ты замучился. И все. И вашей судьбе ничего больше не надо было, только чтобы вы замучились. Ей не нужно было, чтобы этот человек осознал, что вы лучше, чем собака. Вот. Ей не нужно было, чтобы собаку умертвить. Ничего этого, ну, как бы, судьбе не надо было. Судьбе надо было только одно, чтобы вы научились принимать ее в том виде, в котором она к вам пришла. Она пришла в виде собаки в вашем доме. Извините и подвиньтесь. Вам надо было молиться до тех пор, пока собака не стала вашему сердцу нейтральной. Это тяжелое испытание для женщины, факт стопроцентный. Но это неизбежность, понимаете, нет другого выхода. Вы ничего не, ну, вы как бы, вы не прошли этот экзамен. Это означает, что в следующий раз, если вы сейчас в молитве его не пройдете, не обязательно вы с собакой себя найдете. Но муж может привязан быть к маме сильно, допустим, и постоянно ей звонить. Может быть, она в вашем зомби не будет жить, но она будет жить в его сердце. И так далее. Есть много разных вариантов, когда это испытание может опять прийти в вашу жизнь. И вам надо просто понять, что жизнь, она вот такая. Вы сейчас бунтуете, правда, с этой жизнью. Вы находите, мы как сегодня разбирали, три типа реагирования на судьбу. Три дороги. Сказки древние слушали, смотрели. Первая дорога. Этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Вы сейчас по этой дороге идете. Вторая дорога. Коня потеряешь. То есть коня, то есть жену. То есть страсти, когда человек живет. В невежестве себя потеряешь. Вторая дорога потеряешь. Или работу, или жену, или детей. То есть вот потеряешь, но не себя. И третья дорога. Счастье обретешь. Вот эта третья дорога, это дорога вместе с Богом, понимаете? Вот три дороги судьбы. Но вы пошли по первой. Скажите, я уже спокойно относилась к собаке, но они говорили, значит, давай, если ты спокойно рожай детей. Мама его, отец его. Нормально, надо было рожать детей. Да. Олег Павлович, а можно у вас инвалидная? Не было бы никакого инвалидного кресла, потому что вы спокойно относились только внешне. Вам надо было ловиться до тех пор, пока собака вас не перестала беспокоить. И в тот момент, когда она перестанет вас беспокоить внешне, в этот момент она исчезнет из вашей жизни. Спасибо большое. В этот момент вы увидите, как победа эта действует. В тот момент, когда она вас перестанет беспокоить, в этот момент она исчезнет из вашей жизни. Спасибо большое. Но понимаете, сейчас я вас прошу, умоляю, пожалуйста. Бог вам дал испытание определенное. Пожалуйста, начните молиться Богу, чтобы вы приняли это все вместе. Простили мужа, собаку, тещу, сноху, всех этих людей, которые принимали участие в этой ситуации. Пожалуйста, молитесь до тех пор, пока у вас кристально понятно не станет, что вся загвоздка произошла только из-за одного. То, что вы не смогли принять ту жизнь, которую Бог вам дал, на той территории, которую Он дал. Вы хотели большего, понимаете, и из-за этого так все пошло, наперекосяк. Это обязательно повторится, если вы это не сделаете. Вам надо сейчас эту карму всю сжечь в молитве просто. Вам нужно где-то месяцев 6-7 молиться, чтобы полностью вся эта ситуация закончилась в вашей жизни. И дальше она никогда не повторится. В этой ситуации виноват только один человек. Кто? Ну давайте микрофончик. Кто виноват? Никто не виноват. Кто-то виноват. Вам надо будет... Да, правильно. Но это вам вы эмоционально просто сказали. Вам надо это понять в результате молитв. Когда вы это поймете, ваше сердце возрадуется. Человек живет только для знания и для веры. Когда знание придет в ваше сердце, ваше сердце наполнится радостью, и вы простите всех вокруг. Потому что вы поймете, что причина вашей проблемы только одна — это неприязнь к живому существу. Аликин Надич, а можно по похожее уточнение по территории? Нет. А, по территории. Территориально, да? Территориально, да? Скажите, пожалуйста, а бывшая жена мужа — это тоже территория его? И надо обязательно тоже это все принять? Хороший вопрос. Дело все в том, что у меня второй брак, и у мужа жена, которая там уже сама подала на развод, ушла, и мы потом уже встретились, и потом поженились, и все. Но вот по первому зову дети взрослые, 30-25, и в этой стране одна, но любая проблема, и они просят маму, они сходят их. А дети все-таки, а не жена? Дети с женой сходят, и любая проблема сразу же решается с женой, и жена... Ну, нормально, то есть поймите, что дети же остались с ним, вы должны их принять в свою жизнь, как своих. Вот вы вышли замуж за человека, у которого есть дети. Дальше надо кланяться святому человеку до тех пор, пока вы не принимаете их своими. Они должны быть вашими, эти дети. Вы должны почувствовать о них заботу. Все, а дальше, так как у них есть еще и мама, то они решают ситуацию с папой. Ну, вот подключается мама. Здесь нет никакой проблемы вообще. Это не постоянно просят, чтобы он пришел маме в проблемы, выводя через свою. Ну, значит, они не могут сами ей помочь как-то. У нее там тяжелая ситуация какая-то, и они просят его, потому что он же отец, он главный. А никакой на факте ситуации у меня высокая? Не факт. Вы ошибаетесь? Вы ошибаетесь? Она находится в очень тяжелом психическом состоянии, эта женщина. Сейчас я ее вижу, она невысокого роста, полноватая такая. Нет, она наоборот худенькая, очень худенькая. Да? До 50 килограмм. А, это значит, ваш муж такой, да? Нет. А что, кого я увидел тогда? Он тоже не забыл. Может, у меня? Может, у меня? А, вы такая, да? Может, у меня? Это я. Да? А, это вы. Все, я понял. А я туда смотри куда. Все, хорошо. Как зовут женщину? Елена. Она очень эмоциональная. Я постоянно неугрозую. Я молюсь, я себя уговариваю. Я не убеждаю себя, успокаиваюсь. А потом опять я столкнула. У вас дети есть свои с ним, нет? Нет. Ну, в этом вся проблема. Правильно. А вам надо завести ребеночка от него? Я не могу. Лечитесь. Я это очень хотела. В связи с возрастом. Сколько вам лет? Но у меня Бог даже месячный забрал, чтобы я об этом думал. Сколько лет? Свою жизнь. Вы можете еще спокойно вернуть месячные, приезжайте там лечиться, и мы можем все уформить. Нито что не хочет. Заставим. Мы не уходим. Не может, научим. Мы прежде к семье все оставили. Он оставил все жене, я оставила все с мужем, детям. Мы начинаем все с куля. Начиная с жилья, с от всего. То есть материальное состояние. Вы бросили мужа своего, что ли? Бросили мужа своего? Да, я ушла. Ну все. Ушла или бросила? Просто ушла с квартиры. Ушла или бросила? Ушла от него. Или бросила? Нет, ушла. Или бросила? Ну я понимаю, что раз вы повторяете, то это видится, как... Что значит видеться? Нет, вы бросили. Что значит, что вы повторяете? Вот она, разгадка-то. Да могла к мечу пришел в вашу жизнь. Раскаивайтесь за свой поступок. Вы хотели счастливой жизни, себе новую норку сделать? Вы разрушили свою семью. Теперь вы за это платите. Вам надо сейчас кланяться Богу и просить прощения с этим. Идет время, Бог вам даст спокойную жизнь. В той семье, которая у вас сейчас есть. Но сначала вы должны раскаяться. Потому что всегда, когда человек бросает близких людей, он говорит, я ушла. А когда его бросают, он говорит, меня бросили. Логика так всегда работает. Олег Витальевич. Послушайте меня. Это очень важно для всех сейчас. Человек никогда не узнает о том, что он совершил плохой поступок. Никогда сам не сможет узнать. Но когда он начинает по поводу этого поступка молиться, по совету старших, приходит время, и он реально это осознает. А потом он проделывает весь объем работы до полного раскаяния. А когда это все сделано, дальше судьба расцветает. Она меняется в лучшую сторону. Олег Геннадьевич, но... Не надо никаких но. Надо просто сделать то, что я сейчас сказал. Все остальные размышления — это просто обида на судьбу. И все. Вы можете сейчас говорить все, что угодно про эту женщину. Она является просто домоклым мечом в вашей жизни. И она будет вас рубать до тех пор, пока не уничтожит вот эту семью, которая есть. Вы это чувствуете, поэтому мучаетесь сейчас. Причина такого поведения, откуда у нее такие полномочия — это ваш поступок, который вы совершили в отношении своей семьи. Все. Чуть-чуть отрезвела? Чуть-чуть в голове что-то появилось, нет? Нет молитвы. Дальше беседы бесполезны. У меня есть... Добрый вечер. Я вам очень благодарна. Вы знаете, у нас сколько сейчас времени? Без пяти уже? Давайте, я чувствую, пришло время заканчивать уже. Давайте сейчас будем погружаться в пожелания всем счастья. Я надеюсь, что вот этот, ну даже вот эти ответы на вопросы, они к чему-то привели, да, в сознание. То есть вы поняли, что есть поступок, что у него есть три формы реакции. Один поступок означает безнадега. Человек не признает свою вину, он не хочет ничего менять, он просто обижен и просто воюет за свою жизнь. Вот. Вот я не буду сейчас никому делать больно и напоминать, у кого это, из тех присутствующих в зале, которые есть, это произошло. Всегда, когда это происходит таким образом, шансов нет исправить ситуацию. Всё разрушается в жизни. Это первая реакция, которая бывает у человека на события. Вторая реакция — это шило на мыло. То есть первая реакция — боль рождает злобу и дальше бесконечно. Вторая реакция — шило на мыло. Означает убежать от проблемы кому-то другому. Третья реакция — это молитва, очищение сердца и переход на другой уровень жизни. Бог не меняет шило на мыло, Он даёт уже потом лучше. Когда ты сдал свои экзамены, ничего больше не повторится. Всё придёт по-другому и гораздо лучше, чем было до этого. Понятная система. Но сначала надо принять судьбу и делать всё по инструкции. Первое. Слушаем голос возвышенной Личности, кланяемся к святому человеку. Делаем это до тех пор, пока сердце не получит знания о том, как жить дальше. Сначала спокойствие в сердце, потом понимание проблемы. Где проблемы, в какую сторону рулить. Потом дальше эта проблема разрешается через дальнейшие действия. Проходит полгода, и всё становится кристально ясно, и всё сохраняется в моей жизни. Всё как по волшебной палочке всё проходит. Наступает благодать Божья. Олег Евгеньевич, а можно про святых ещё вопрос? У нас уже нет времени, моя хорошая. Как Вас зовут? Вы говорили, Алина. Алина, ну давайте только быстрее. Вы говорили, но когда-то давно, и когда задеваете эту тему, что душа мучается, пока тело находится на этой земле. То как же тогда святой человек, вот с детства мучает, вопрос очень. Как они не мучаются? А святой человек, он же не находится на этой земле, он находится в отношениях с Богом. Если человек солнце видит, если он уже всё, он уже возле солнца, он как бы наполнен солнцем, тьмы нет уже в его жизни. Мучение означает тьма, означает невежество. Но если человек уже только для Бога живёт, о нём думает, нет никакого невежества, нет никакой тьмы, есть только одно счастье. Ночь пройдёт, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждёт. Ночь пройдёт, пройдёт пора, не нас, но и солнце взойдёт, солнце взойдёт. Солнце взойдёт. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас ты у нас с тобой ждёшь? Нет, всё, всё, нет, всё. Спасибо, спасибо большое. Нет, всё, всё. Никаких вопросов. Евгений Геннадьевич, у меня не вопрос. Очень хорошо. Очень хочется рассказать вам одну историю из моей жизни. У нас нет времени уже, мы говорим. Божалуйста, честно. Сколько времени занимает рассказ? Ну, не знаю, две минутки максимум. Давайте быстро. Больше в очередь не вставайте там, следующие. Когда-то подарили котёнка. Я не очень люблю, что это так и не знаю. Вот. Но я к нему очень прикипела, и мне Бог послал этого кота, наверное, для того, чтобы я поняла, что всё-таки животные – это не есть плохо, да? Он заболел буквально через три месяца. И я с ним носилась и возилась и туда, и сюда. Ну, в общем. Проходит несколько лет, и у меня появляется молодой человек, который хочет жениться, и ды-ды-ды-ды. Ну, он говорит, нет, мне твой кот не нужен. Так, всё дальше. Да, ты меня, говорю, прости. Это вторая серия бразильского телесериала, что ли? Я с ним, ну, как бы мужу говорили, ты меня прости, но кот у меня принцессы раньше. Да, он меняет. Это кот у вас живучий получился, он ещё пару лет прожил после. У этого кота завезли моей маме, у моей мамы маленькая девочка, дочка приёмная, и она захотела этого кота. Дядя смела мне отдать ребёнку этого кота. То есть оказалась ситуация, когда мой муж принял этого кота, вот, этот кот просто ушёл. Он не ушёл из семьи, но он ушёл из нашего дома. Проходит ещё несколько лет, мы покупаем дом. Звонит мне наша кума, которая подруга, её муж, друг моего мужа. И она мне говорит, Света, я хочу подарить вам твоему мужу на день рождения котёнка. Я говорю, ой, не-не-не-не-не. Она говорит, я всё равно подарю. На день рождения приносят маленькую такую коробочку с этим котёнком. Это была девочка, он назвал её Пипой. Он её сейчас очень сильно любит. Он принимал роды у этого кота. И мало того, он теперь вместе с ним урлыкает. Вот. Так что, ну а вы меня представляете... Представляете, кем он родится в следующей жизни? Ну просто простите, что я отняла две минуты времени, но честно. Мне бы очень хотелось рассказать о тебе студии. Вы бы купите шепоте. Да. Ну ладно, мы как бы... Всё, я принимаю всё от вас, всё, что вы сказали. Вот считаю, что всё-таки надо больше научиться любить святого человека и Бога. А все остальные уже потом полюбятся дальше. Потому что в нашей жизни есть не только животные, а также тёща. Вообще, много всяких личностей. Итак, все сели прямо. Спасибо вам за историю, вы расхешили. Все готовы уже к пожеланию всем счастья. Так, мы настраиваемся на православный хор. Пожалуйста, вспомните всё, что мы прошли с вами во время нашей беседы. Пожалуйста, вспомните, что мы слушаем звук, вспоминаем святыню. Неважно, в какой вашей конкретной духовной традиции. Даже пускай этот голос святого, но голос монахов этих не в вашей традиции, не имеет значения. Они занимаются духовной практикой, они вам помогут. Я тоже, я специально выбрал мне свою духовную традицию для того, чтобы показать, что это работает. Я буду также настраиваться на их голос, кланяться, и я буду чувствовать победу, как вчера. Вчера у нас очень мощный был настрой, мне очень понравилось. И реально в конце я почувствовал, поэтому сказал, вас не отпустило. Я почувствовал благодать над Украиной, почувствовал победу, почувствовал счастье, что всё хорошо, что всё как бы… И почувствовал также силу вот такого объединения, единения людей, когда в трудной ситуации в жизни происходит. Пожалуйста, сделайте всё это внимательно. Если вы почувствуете в сердце спокойствие, то не надо заканчивать. Надо это спокойствие отдавать опять святому человеку, которому вы кланите. Я хочу своё счастье также отдавать тебе. Не расслабляйтесь. Если вы чувствуете, что у вас ничего не получается, больше настраивайтесь на звук, больше, сильнее. Повторяйте, как кон. Повторяйте. Если вы чувствуете, что вы не слышите за моим повторением эту песню, эту молитву, то тогда на мой звук концентрируйтесь и со мной повторяйте. Слышно, нет, как там поют? Нормально? Слава Богу. Ну, всё тогда. Все сосредоточились. Детишки, пожалуйста, не бегать, не прыгать, не мешать. То есть надо где-нибудь присесть, посидеть, вот, потихонечко, вот, на стульчик куда-нибудь и дать нам возможность сосредоточиться. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я желаю всем счастьем. Я желаю всем счастью. 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 Я желаю всем счастья. 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 и мира. Спасибо вам большое. Всем доброго. Спасибо. Рад вас всех видеть здесь сегодня. И у нас опять, кому-то вчера не хватило цветочка, подходите и поднимайте руку, кому-то не хватило. Нам первую. Спасибо. Сейчас у нас будет опять, мы будем бериться цветочки, это память, это энергия любви, и мы как бы берем цветочки и их заслушиваем, вспоминаем о лекции и таким образом усваиваем материал. Через любовь все передается. Цветочки нужны для счастья, для любви. Они также весной цветы прорастают еще. Можно посадить, поставить в воду, и они могут корни даже снять. Субтитры создавал DimaTorzok и они могут корни даже снять. Они могут корни даже снять. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...